Сегодня у нас яблочный спас. Поздравляю всех с праздником! А здесь у меня варится варенье. Такое ароматное. Аромат на весь дом. Сливы и яблоки. Сливово-яблочное варенье будет. Так, а здесь вот я котлеты в духовке готовила, вытащила только сейчас. Куриная грудка перемалываю в измельчителе с добавлением лука, немножко чесночка и капусты. Все размешиваю с яйцом, с солью, с перчиком и выкладываю на кабачки, на кружочки кабачков. Получаются очень вкусные диетические котлетки. А вот помидорки черри я замораживаю. Их так много бывает. Вот беру, помою, посушу немножечко и в морозилку. Потом очень удобно добавлять несколько горошин в супчик какой-нибудь легенький. Или во вторые блюда. В общем, я бросаю везде эти помидоры. В маленькие, но в сладкие. Ну и, конечно, в честь праздника с яблочками, со сливами спекла шарлотку. Рецепт у меня очень простой. Взбиваю яйцо с сахаром, добавляю немножко муки и дальше уже какие есть кисломолочные продукты в доме. С добавлением молочка, сахара, дальше немножечко соли, чуть-чуть, соды. И заливаю яблоки со сливами. Ну, конечно же, растительное масло. Масло сливочное. Вот, получается такая шарлотка. Вкусная, летняя, ароматная. Ну, к чаю самое то. Глаз poems. Продолжение следует... Сегодня, наконец-то, солнечный день. Вот, хорошо продуло маленько огород наш, а то сырость такая была. И мы за выходные тут немножечко навели порядок. Убрали лишние цветы, траву, причесали свою клумбу. Вот такие гортензии яркие, очень красивый сорт. Запомнила только вот самарская лидия у меня цветы и ванилла фрайс. Такая нарядная ванилла фрайс. Убрали всю клубнику и рассадили новую. Мне кажется, в августе это самое время такое. Оставили ряд, который уже у нас будет третий год расти. В этом году второй год был вот этот полоса, рядочек. А вот эти вот три года росли. И вот сейчас вот мы их убрали, новые посадили. Здесь сорта у меня, правда, разные. Вот здесь еще добавили. У помидор оборвала все листочки. И удалили некоторый виноград. Который был болезненный. Вот сразу здесь чистенько в уголочке стало. Аккуратненько и свежо. А то слишком все было заросшее. Вот такие большие помидоры гигантские. Единственное, что вот они у нас лопаются, трескаются. От большой влажности становятся корявыми. Тоже я здесь обдрала все листья. Вот совершенно непригодные томаты. Смотрите, тыква выросла, как арбуз. Похожий на арбуз. У меня вот на этой бочке растет все подряд. Так, для антуражу. Вот эти вот я вообще не сажаю. Они всегда сами сажаются. Вот арбузики, вот они такие малюсенькие висят. Для красоты. Но зато как хорошо растет салатик. Я его сажала в июле. Вот он такой свеженький. А тот, который весной сажала, мы уже его и съели, и выбросили. В общем, вот так вот. Баклажаны только плохо растут у меня почему-то. Ну вот есть. Я люблю с баклажанами заготовки на зиму делать. Вкусные. Здесь тоже я листья оборвала. Вот это пузатая хата. Сорт очень такой мясистый, сладкий. Нравятся мне. Вкусный сорт. Не зря посадила. Он высоченный, но очень-очень обильный. С него уже мы много собрали помидоры. Вот они еще и еще плодятся. А тут я посадила лучок. Огурцы у нас уже отошли здесь. Теплицы здесь я лучок посеяла. И хочу еще где-нибудь вот тут вот может быть укропчик. И салатик еще новый посадить. Лизимахия. Я ее подстригла. Потому что кончики уже были такие некрасивые. Вот сейчас она такая пушистенькая. Подстриженный со стрижкой. Со стрижкой. Еще нужно пересадить некоторые комнатные растения. Красота. Хочу показать свои новые творческие работы. Кто не знает, я еще и художник. Вот. Это мои акварельки. Ода чистому белью. Это у меня в саду. Нарисовала вот такую вот летнюю картинку. Акварелью. Так. Но остальные я уже показывала в своих предыдущих видео. Вот новые показала. Вот эти вот еще. Я, наверное, все не буду листать. Но кто не знает, у меня кроме акварельных работ есть еще и масляные работы. Которые я продаю на авито. Вот такая вот работа у меня. Морской пейзаж. Если вы с ютюба, подарю рамочку при покупке. Этой картины на авито. Так. Вот такие вот лилии. Летние. Ярко. Рыжие. Тоже написано маслом. На холсте. Волст на картоне. Апсонет. Помимо этого вот новые картины есть. Я еще их не выложила. На авито нужно фотографировать и выложить. Выставить. Вот такие малинки. Это я писала с натурой. Ну, помимо этого, у меня еще вот другие картины имеются. Все они размещены на авито. Так что, если желаете в свой интерьер настоящие картины, не постеры, проходите ко мне на авито. Акварелька Наталья. Всем хорошего настроения, несмотря ни на что. Мира, любви и счастья. Спасибо за просмотр, что были со мной. И кто подписался на Дзене на Рутубе, перешли с Ютуба. Тоже вам огромное спасибо. Вы поддерживаете мой канал. Правда, дохода у меня с каналов нет. Но все равно интересно общаться с вами. До новых встреч, друзья. До свидания.